Президент подписал закон о дорожном движении. Документом установлены права и обязанности владельца дороги и транспорта по обеспечению безопасности дорожного движения. А также права водителей, работающих по трудовому договору. Что касается владельцев, то ими считаются учреждения, организации или физические лица, в ведении которых находится дорога. Предусмотрено, что решение о строительстве мест, стоянок на территориях, предлагающих многоквартирным домам, принимается органами государственной власти на местах. Дорожные движения Дорожных транспортных средств без заторов. А применяемая на практике основная часть нормативно-правовых документов не адаптирована в единую систему. Наряду с этим наблюдаются положительные перемены в плане управления дорогами и повышения безопасности их эксплуатации. В частности, как показывает динамика ДТП, если их в 2021 году было более 10 тысяч, то в прошлом году уже 9 843. Показатель же числа погибших вследствие дорожных транспортных происшествий на каждые 100 тысяч человек по сравнению с 2015 годом снизился с 8,1 до 6. Отсюда и важность закона Республики Узбекистан о дорожном движении, направленная на адаптирование норм, связанных с организацией дорожного движения к современным требованиям. Данный закон направлен на регулированные отношения в сфере дорожного движения. Следует отметить, что закон четко определяет полномочия субъектов, осуществляющих государственное управление в сфере дорожного движения. Также закон определяет права и обязанности владельцев дороги. В частности, предусмотрена его ответственность, касающаяся установления, обслуживания и ремонта технических средств организации дорожного контроля. Кроме того, в законе предусмотрены показатели организации дорожного движения. Закон предоставляет возможность органам самоуправления граждан, не государственным, не коммерческим организациям и отдельным гражданам участвовать в реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также осуществление общественного контроля по исполнению законодательства о дорожном движении. В 16-й статье закон о дорожном движении говорится, что организация дорожного движения осуществляется с использованием технических средств, отвечающих требованиям, установленным нормативными документами в области технического регулирования. Организация дорожного движения на всей территории Республики Узбекистан осуществляется на основе единого порядка, утверждаемого Кабинетом министров Республики Узбекистан. На дорогах устанавливается правостороннее движение транспортных средств. Разработка мероприятий по организации дорожного движения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Закон Республики Узбекистан о дорожном движении послужит обеспечением безопасности наших граждан на дорогах, правильной системной организации дорожного движения, внедрение эффективных мер взаимодействия между государственными и уполномоченными органами, а также защите прав и интересов участников дорожного движения, содержащие новые международные требования, направленные на решение существующих проблем. При этом были предусмотрены все действующие статьи закона о безопасности дорожного движения и введены 30 новых статей. 201 норма. Законом определены основные принципы. Это законность, системность, научность, открытость и гласность. Укрепляются основные требования к организации дорожного движения. 17 статья отражает мероприятия, отражающие управление распределением транспортных потоков по полосам движения, в том числе разделение движения транспортных потоков на группы в зависимости от категории транспортных средств, скорости и направления движения, время их движения, также это в частности... Повышение пропускной способности дорог, в том числе устранение препятствий и условий, угрожающих безопасности движения транспортных средств, реконструкция перекрестков, строительство путепроводов, темное управление светофорными объектами, оптимизация их циклов регулирования дорожного движения. Согласно 28 статье закона внедряется практика разработки комплексных программ по организации дорожного движения в разрезе районов, городов сроком на 5 лет и подготовки на основе комплексных программ по республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту. В них предусматриваются мероприятия по организации дорожного движения, мероприятия по обеспечению снижения негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением. В городах с численностью населения более 500 тысяч человек, внедрение автоматизированных информационных систем об объездных кольцевых дорогах для транзитных перевозчиков, о местах стоянок при въезде в город с целью предупреждения заторов, об имеющихся местах стоянок на территории города, мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог и дорожных объектов. Комплексные программы по организации дорожного движения размещаются в средствах массовой информации, в том числе на официальных веб-сайтах специально уполномоченных государственных органов и органов государственной власти на местах. Также в 18 статье определен порядок использования основных показателей организации дорожного движения, которых 24. При установке технических средств организации дорожного движения, осуществлении мониторинга дорожного движения, определении пропускной способности дороги, организации или запрещении движения транспортных средств. Речи об ограничении или запрещении движения транспортных средств на дорогах. Утвержденным законом о дорожном движении сейчас усиливаются меры обеспечения безопасности. В каждом юридическом организации, осуществляющей пассажирские и грузовые перевозки, ведется постоянная переквалификация и обучение специальных сотрудников, которые отвечают за безопасность дорожного движения. Безопасность дорожного движения начинается с организации, в том числе технический осмотр автотранспортного средства и медицинский осмотр водителя. Это первые шаги в безопасности дорожного движения. 24 и 25 статьи предусматривают требования к местам стоянок и требования к платным местам стоянок. Права и обязанности владельцев платных мест стоянок. В 21 статье говорится об организации дорожного движения на участках дороги, где ведутся ремонтные работы. При выполнении работы по реконструкции, капитальным ремонту или ремонту участков дорог проезжей части на данных участках дороги может быть ограничено или закрыто для проезда не более чем на 50%. В случае необходимости закрытия на участках дороги проезжей части более чем на 50% должен быть обеспечен объезд данной участки дороги. Информация по выполнению работы по реконструкции, капитальным ремонту или ремонту участков дорог заблаговременно размещается в средствах массовой информации. Как гласит 27 статья закона, документация по организации дорожного движения разрабатывается с учетом обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, экологической безопасности и снижения негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду. А в 34 статье говорится об обеспечении безопасности дорожного движения, которым является деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий. В целях установления отсутствия медицинских правопоказаний к управлению транспортным средством лица достигшего возраста, указанного в 48 статье настоящего закона, прежде чем сдать документы в образовательные организации по подготовке и переподготовке водителей автотранспортных средств и средств городского электрического транспорта, подлежат обязательному медицинскому обследованию в медицинских учреждениях. Медицинское освидетельствование в соответствии с 49-й статьей проводится медицинским учреждением, которому разрешено проведение медицинского освидетельствования по предъявлениям лицом, проводящим освидетельствование документа удостоверяющего личность. Для проведения медицинского освидетельствования образуется специальная медицинская комиссия, в состав которой утверждается администрация медицинского учреждения. По результатам медицинского заключения оформляется в электронной форме заключение медицинской комиссии о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. И в течение одного рабочего дня с момента прохождения освидетельствования направляется посредством информационной системы в Государственную службу безопасности дорожного движения. Копия заключения медицинской комиссии выдается лицу прошедшему медицинского освидетельствования. Конкретизированные полномочия Кабинета министров, органов государственной власти на местах, Министерства транспорта и его подведомственных организаций, Государственной службы безопасности дорожного движения, Государственной службы безопасности президента, Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов. Все это направлено на обеспечение таких основных принципов в сфере дорожного движения, как законность, системность, научность, открытость и гласность, приоритет охраны жизни и здоровья граждан, а также экологические безопасности и охрана окружающей среды, учет мнения местного населения и участников дорожного движения.